Привет всем обитателям виртуальной реальности! Меня зовут Артём Шевалдаев, и сегодня у нас очередной обзор самых горячих новостей из мира VR. Поехали! Как вы, наверное, знаете, прямо сейчас проходят Зимние Олимпийские игры в Южной Корее. Корпорация Intel решила дать нам возможность посмотреть их не только по телевизору и в интернете, но и через VR. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Установив приложение, вы можете посмотреть более 30 дисциплин вживую и остальные в виде записей. Плюс вы можете выбрать одну из нескольких доступных точек обзора для каждой из дисциплин. Для просмотра Олимпийских игр вы можете использовать следующие устройства. Samsung Gear VR, Google Daydream, шлемы из серии Windows Mixed Reality и Google Cardboard. А вот про Oculus и Vive почему-то забыли. Ну, да ладно. Следующая новость пришла к нам из Нидерландов, где ученые выяснили, что использование VR помогает при лечении некоторых психических заболеваний, в том числе паранойи. По заявлениям ученых, более 90% пациентов, страдающих какими-то психическими отклонениями, испытывают паранойю. То есть они видят угрозу там, где ее на самом деле нет. Это приводит к тому, что они начинают избегать контакта с людьми и проводят большую часть своего времени в одиночестве. Когнитивная терапия помогает снизить уровень тревоги у таких пациентов, но вот от паранойи избавить она их не может. Ученые из Амстердамского свободного университета решили перенести практики когнитивной терапии в виртуальную реальность. В течение 8-12 недель они помещали своих пациентов в виртуальные обстоятельства, которые обычно вызывают у них тревогу и паранойю, такие как улица, кафе, магазины и автобус. Контролируя реакции виртуальных аватаров на действия своих подопечных, ученые таким образом учили своих пациентов реагировать на сложные для них ситуации и не избегать зрительного контакта и не прятаться от людей. В результате эксперимента выяснилось, что такой подход позволяет значительно снизить уровень паранойи у пациентов. Так что нидерландские ученые планируют и дальше внедрять в вир свою работу. Следующая новость пришла к нам от Apple. Похоже, что калифорнийский технологический гигант решил обратить свое внимание на VR и заняться разработкой собственного шлема. Судя по патенту, их основным фокусом будет создание как можно более легкого и компактного устройства. Для этого они собираются использовать катодиоптрическую оптическую систему, в которой помимо линз используются также и зеркала. Это позволяет использовать линзы меньшего размера, так что сам шлем может стать легче и меньше. Впрочем, хотя это и хорошая новость, особенно для любителей техники Apple, но надеяться, что мы скоро увидим новый шлем от компании, все-таки не стоит. Apple нередко регистрирует патенты, которые затем никогда не использует. На Кикстартере успешно прошла кампания по сбору средств для YOW, компактного симулятора движения для виртуальной реальности. Это небольшой тазик или полусфера, которая синхронизируется с вашим VR-шлемом. Вы садитесь внутрь, ставите ноги на специальную подставку, и она начинает вращаться, наклоняться в разные стороны и вибрировать. YOW может вращаться на 360 градусов вокруг своей оси и наклоняться на 50 градусов в любую сторону. По заявлениям разработчиков, это лучший показатель в мире. Учитывая, что это довольно компактный тазик, который, ко всему прочему, еще и можно разобрать для удобства, YOW вполне претендует на то, чтобы стать настоящим хитом среди пользователей VR. Так что неудивительно, что устройству уже удалось собрать больше 170 тысяч долларов из запрошенных 150, хотя до конца компании осталось еще несколько дней. Управляющий компанией Magic Leap Ронни Лейбовиц заявил, что у их первого девайса Magic Leap One стоимость будет примерно как у компьютера премиум уровня. По логике компании, девайс может заменить сразу множество устройств. Персональный компьютер, VR-шлем и даже смартфон. Так что и стоимость должна соответствовать. Напомним, что первые подробности об устройстве появились в конце 2017 года. Тогда компания обнародовала несколько фотографий самого шлема, контроллера и вычислительного модуля Lightpack, который крепится на одежду с помощью клипсы. Эти изображения были раскритикованы, так как с большой долей вероятности были просто отрендеренными 3D-моделями. К тому же промо-ролики, которые компания выпускала до этого, где якобы показывали, как будет выглядеть графика в очках, вызвали волну негодования. И пресса, и пользователи пришли к единогласному выводу, что видео было, скажем так, не совсем правдой. С тех пор мы так и ничего не узнали о точных характеристиках очков, но будем надеяться, что информация появится в ближайшее время. Разработчики добавили в Quill, инструмент для рисования в VR, возможность покадровой анимации. Теперь художники смогут сразу же анимировать свои творения, минуя специальные программы. Это позволит значительно сэкономить время. Также они планируют добавить возможность рассказать друзьям о своих VR-анимациях, созданными с помощью Quill в Facebook Spaces, приложение Facebook, сделанное специально для VR. Ну что ж, хотя наше с вами время подошло к концу, мы всегда будем рядом, чтобы вы смогли поделиться с нами вашими VR-анимациями. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и до новых виртуальных встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok